Розетки детям. Игрушки. В детском саду номер 165 замки, выключатели, штепсели и другие, на первый взгляд, опасные предметы популярнее среди детей, чем традиционные игрушки. Илья, расскажи, а вот что это такое перед тобой сейчас? Гомик безиборда. А для чего он нужен? Гомик, чтобы развелаться. Илье 6 лет. С помощью безиборда он и его друзья выучили цифры, цвета и узнали о том, как работает светофор. Красный цвет обозначает стоять. Желтый? Приготовиться. И зеленый? И тихо. Безиборд – это развивающая доска с окружающими нас предметами. Первый безиборд появился 110 лет назад. Придумала его Мария Монте-Сори, итальянский врач и педагог. В детском саду 165 доска учит ребят познавать окружающий мир и не только. Для вас подарок от Мальвины. Но заигрался с нашим чудесным домиком и случайно его там закрыл. А кода он не знает. А вы знаете код? Мелкая моторика, умственные способности, логическое мышление. Там очень много каких можно аспектов вложений. Нам пришла такая идея, что они сделают ли нам вот такой вот безиборд. Родители смастерили доски, а преподаватели придумали развивающие игры. Теперь все остальные игрушки пылятся на полках. Даш, скажи, что ты делаешь? Я учу Вику заплетать косички. Воспитатели не останавливаются на достигнутом и все время придумывают для детей какую-то интересную образовательную деятельность вокруг этого дидактического пособия, что дополнительно поддерживает познавательный интерес у детей. Предметы на доске удовлетворяют детское любопытство. Создатель безибордов и отец четырех детей объясняет на своем примере. После игры ребенок не полезет к настоящей розетке. Ну почему, я думаю, дети лезут в розетки? Во-первых, интересно. Да, увидел, мама, папа втыкают, тоже хочу. Начинают лезть. Родители не разрешают запретный плод сладок. А тут научился, наигрался. Зачем ему лезть туда, когда у него есть слоя? Но меры предосторожности не будут лишними. Обязательно нужно проверить, крепко ли предметы держатся на доске. Познакомились с новыми методами дошкольного образования Дмитрий Дичков и Стас Терещенко.